По всей стране проходит неделя финансовой грамотности. Школьникам расскажут о том, что такое личный финансовый план, зачем нужно учиться считать доходы и расходы, как накопить на мечту из карманных денег и другие важные темы. Чуваши ежегодно активно участвуют во всероссийской акции. По всей республике с 17 по 24 апреля пройдут сотни самых разных мероприятий. Мои коллеги Галина Титарчук и Борис Андреев побывали на финансовый тренинг «Игре» и послушали вебинар в канажской школе номер 5. Мечтай, планируй, действуй. На вебинаре легко и доступно объясняют сложные вещи. Как привлечь финансирование, грамотно составить бизнес-план, успешно вывести товар на рынок, чтобы о нем узнали потребители. Теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию за спиной тонущего. Поэтому знания, полученные на вебинаре, тут же закрепляют и проигрывают. На примере нашего города родного, в котором мы живем, города Канаж, какое предпринимательское дело, какой бизнес можно организовать здесь, у нас. Идеи самые разные. От зоо-кафе и универсального магазина для садоводов до языкового центра для детей и пенсионеров. Курсы будут стоить у нас не так дорого. Это лучше, чем репетиторство. И ученики смогут пообщаться лично с учителями, если им что-то непонятно. Мы решили, наша группа, что мы сами будем преподавать этим, так как у нас есть очень хорошие ученики. И они согласны преподавать за небольшую зарплату. Основу финансовой грамотности закрепляем во время тренинга «Не в деньгах счастье». Игра выглядит как реальная жизненная стратегия. Выбор работы, смена профессии, покупка машины и квартиры, кредиты, вклады, страхование. Со всем этим приходится разбираться игрокам. Я беру 12 рублей и заработаю. Откуда у них такие деньги? Но при этом у меня минус 3 счастья. У меня премия. 5 рублей и минус 1 счастье. Опять расходы. Постоянно расходы. Ты выбираешь одну из двух разных. Я работу выбираю. Опять расходы 2 рубля. Ну-ка внимательно смотрите. А у меня еще кредит. У меня кредит. У меня вот эти 2 рубля расходы. Еще 1 рубля расход. Может еще один кредит? Все как в жизни. Эта игра очень популярна сейчас. Даже проводятся целые турниры. Недавно один из них прошел в экономико-математической школе при экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. И на смене в первом всероссийском финансовом лагере в Подмосковье. Эффект от игры положительно оценивают и педагоги. Дети становятся более рассудительными. Уроки они не должны быть одноразовыми. Мне кажется, это приходит с опытом. И мы участвуем практически в каждой финансовой неделе. В нашей школе старшие классы традиционно охвачены профильным обучением. Это социально-гуманитарные и физико-математические классы. Поэтому вопросы финансовой грамотности, они актуальны. Они преподаются в этом курсе. И специалисты, я считаю, вполне подготовлены. В рамках недели финансовой грамотности 20 апреля пройдет интерактивный онлайн-квест в формате детективного расследования. А полную программу можно узнать в официальных соцсетях проекта и на сайте www.vashifinancy.rf Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.